Светлана Лаврентьева регулярно участвует в ежегодной спартакиаде среди нефтяников. Выступает сразу в нескольких видах спорта. Плавание, волейбол, лыжи, настольный теннис. Наконец-то мы дождались после пандемии спартакиаду, открытия спартакиады. И сейчас, сегодня мы представляем настольный теннис. Конечно, правила чуть-чуть изменились. Раньше женщины входили в состав с мужчинами. Сейчас женщин сделали отдельно, но это тоже хорошо. Можно выявить сильнейшего претендента на участие в городской спартакиаде, бодрости и здоровья. Сегодня девчонки молодцы. Все пришли, даже кого не ожидали. Все поиграли удачно. Все было супер. Первые места заняли Светлана Лаврентьева и Лейсен Шутова. Теперь девушки войдут в состав сборной предприятия для городской спартакиады. Тем временем за соседним столом за звание сильнейшего игрока боролись мужчины. Пока мы проиграли седьмому цеху. Старались, стремились, но команда один из лидеров. Мы ставили свои задачи побороться. Мы это сделали. Получилось. Дали бой. Я своим примером поддерживаю спорт. Стараюсь и стремимся мы развивать. То есть немножко тренировки не хватает. Но я так думаю, мы подтянемся и на следующий год дадим бой уже более серьезный. В команде по две ракетки отборочный тур играли один на один. В случае ничьей выступали уже парами. Начало, так сказать, положено. Пусть не очень хорошее, но, если честно, меня всегда такие мероприятия радуют. Есть возможность поиграть со многими людьми, которые играют как раз таки лучше, чем ты. Я считаю, даже цель соревнования не сколько даже победить, а сколько именно участие и иметь радость поиграть с такими вот профессионалами, которые играют гораздо лучше, чем ты. По итогам соревнований первую строчку турнирной таблицы занял седьмой цех добычи нефти и газа территориально-производственного предприятия «Урайнефтегаз». В десятку сильнейших вошли также команды восьмого и четвертого цехов. Елизавета Портнова, Александр Кашкин. Наши города.